Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю проходить The Carfagen Old World на реальной карте Древнего Мира, Средиземноморья, там где-то Рим, там где-то Египет и так далее. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому ролику, либо появляется в верхнем правом углу. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо, кстати, им за поддержку. Итак, у меня план разобраться с этими варварами, я уже ход закончил практически, разобраться с этими варварами, а потом идти воевать с нумидийцами, чтобы вот это все заселять. У них 4 поселения, я думаю, как раз норм будет, и по-моему территория тут очень неплохая, и в общем-то я все тут займу, а потом надо будет, видимо, в морские юниты идти плыть Рим искать. Как-то так. Ну, в общем, тут уже все использованы у меня приказы, поэтому я продолжу ход. Так. Я, наверное, пока не буду выбирать, потому что у меня амбиция принять Эпик, а это один из... Ну, я не могу пока открывать, видите, я Эксманов открываю, у меня не выпало еще, но в принципе это одна из следующих технологий возможных. Вот здесь. Закон. Дело в том, что принятие... Хотя у меня плюс 78. Слушайте, а что действительно и не принять? Давайте. Вопрос. Свободу или Рапса? Ну, я, наверное, свободу приму. Две науки дополнительно. Рапса? Ну, мне пока не нужны так сильно приказы, честно говоря. Давайте свободу. В науку ломанем. Тут мы пока лечим. А, тут даже, слушайте, у меня тут даже уровень против стреляющих возьмем. Так, тут лечимся. И тут уже прачники. Давайте пока походим теми, что мне требует походить. Так. Открылась позиция в вашем персональном почетном страже. Ну, я бы, конечно, Барсидов брал, просто по той простой причине, что они как раз на войну заточены. Так что беру, да, из этой семьи. Я вряд ли в этом городе буду строить юниты. Так, давайте глянем, как у нас отношения с магонидами. Нормально еще, плюс 40. Нормально, можно жить. Так, сначала рабочими всеми походим здесь. Так, тут я продолжу, очевидно, ферму строить. А я еще не открыл, да, возможность лесопилки делать. Может, дорогу пока провести вот из Карфагена. Так, 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 сюда в этот Зевест. Севест, как-то лучше читается. Тут начать каменоломни. Да, наверное, так и поступлю. Поведем потихоньку дорогу. Блин, я этим мог лучше походить. Блин. Не очень удачно. Ладно, давайте сюда. И дорогу. Пока тут не двигаем юни. Блин, может, надо все-таки было рабство взять ради приказов. Потому что как-то маловато. Так, я хочу попытаться иудаизм принять. Для этого мне надо два рейнчера. Как это лучше перевести? Погонщика? Два погонщика-специалиста сделать. То есть один у нас в Карфагене будет. И один, по-моему, можно будет... А, я, по-моему, рабочим шел как раз обрабатывать тут пастбище, чтобы еще один рейнчер был. Блин. Ладно. В Карфагене потом поселенца делаем. О, встретили Рим. Так. Ну, пока, наверное, хорошие отношения. Это, кстати, первая цивилизация, которую мы встречаем. Все ведут к следующим. Значит, дружелюбно можно или prideful. Давайте глянем, какая вообще сила у Рима. Но они должны явно быть сильнее нас. Да, намного сильнее. Просто потому, что это уровень сложности высокий. У них явно юниты есть изначально. Давайте вот это дружелюбно. Плюс 40 на 40 лет. Слушайте, а Рим-то не так уж и далеко. Это прикольно, что даже горы видны, да? Красиво сделано. Так. А что я тут построил? Подождите. А, фестиваль мы тут завершили. Плюс к культуре. Видите, сложность плюс 4. Из-за сложности больше накапливается несчастье. Мне кажется, фестивалей достаточно. Может, сокровищницу? Блин, ну это камень требуется. Юниты я не хочу здесь военные строить. Давайте рабочего. Будем потихоньку улучшать. Друг семьи заплатил, чтобы навестить школу принца Бадаштарта. И... А, нет, заплатил, извините. Просто нанес визит в школу и сообщает о его прогрессе. Он выглядит счастливым, но наш принц счастливым и здоровым. и ждет, не дождет вернуться домой и занять свое место в правлении. Будущее выглядит великолепно. Да, пошлю ему вино, чтобы он отметил с друзьями это дело. Плюс одну харизму пускай получит. Согласен. Так, персональное сообщение от этого Ромула. О, смотрите, мы можем... Ну, он, в общем, параноидальную записку прислал там о нас. Ну, это, кстати, событие всем правительным. Только Карфагену такое присылается. Ну, я бы ему отправил больных... Больных рабочих пускай насладится ответочкой. Ваша дочь, герцогиня Сафонисба, обожает природу и чувствует себя как дома на улице. Что мы... Какое хобби мы в ней будем воспитывать? Так, вот... Вот это, кстати, неплохо. Плюс 100% от сетей морских. Это... Для морских ресурсов выхлоп неплохой. Я бы, наверное, да, вот это сделал, потому что у нас много морских городов. То есть... Рыбачеством будет заниматься. Так. Давайте, наверное, сначала хочу походить военными юнитами. Я хочу с этими варварами разбираться. Так. Теперь три приказа для рабочих. Ну, скаут пускай спит. Этот сюда продолжает строить дорогу. А этого все-таки надо на пастбище будет отправить. Ошибся я прошлым ходом. блин, да ладно, что вы к этому прачнику пристали? кофе. Так. На пастбище о еще харь а есть что еще плюс сто процентов опыта стреляющим юнитом либо ну игол слушайте это по у меня и так есть игнорирование дистанции а нет нету ну харизма хотя глобально еще 12 не давайте харизму все таки все таки 12 цивиков еще плюс вход по-моему круто так построили здесь юнит давайте продолжим на войнах к этим интересует астет на воинов потому что я скоро этих открою топорщиков и они против племен как раз отлично это вот как раз у меня юниты против ну медийцев будут отлично работать и буду апать мечников в топорщиков поэтому они тут нужны так что с рабочими продолжаю дорогу делать тут надо лагерь построить и лагерь будет давать плюс 20 процентов окружающим лесопилкам а тут как раз лес вокруг ну этого переводим сюда очень прикольно не по воде бегают и тут еще как и бараки надо будет построить в этом городе после этого на военный город как раз строит военные юниты приказы закончились но не должны метро прачника убить по идее все принц бадаштарт закончил обучение философии вот у нас эти точная копия своего бати судя по фоточкам я думаю что это все будет еще еще больше будет картинок у них рисоваться так кем мы его сделаем судьей или строителем о он когда станет правителем все города смогут на 50 процентов меньше времени для создания рабочих а когда судья ты можешь ускорять во первых на 50 процентов меньше смена законов это вряд ли буду делать а зато специалистов могу ускорять за деньги строительство специалистов создать на судьей рабочих у меня и так как бы много да хочу судьей так убиваем игл ай прачником дать или плюс нет давайте игл ай конечно потратим еду зато после помыгал а я как раз не взял в прошлый раз игнорирование дистанции отлично так так забьем а мечником подойдем уже сюда так в столице как я и говорил хочу следующим еды нету пока на ну даст достроиться ранчер будет еда это просто сейчас потратил на на улучшение нашего прачника так надо решить какая профессия дальше будет герцогиня сафонизма обучаться политик ну правда минус дисциплина но зато но она не будет как бы следующим правителем ладно опять же судьей губернатор или канцлер может быть либо генералом или шпине давайте наверно судьей тоже что-то у меня такой по максимуму в судебную систему блин не хватает немножко дерево придется покупать 92 блин дорого ладно куплю что надо пастбище строить и два приказа на нашего мечника жалко мне генералов генералы закончились как-то неудачно они в битвах упали там вот это вот все так 8 у рима уже 8 городов так на минуточку а вот почему мы встретились этих варваров убил и тут заселился хотя к эти исторически это я должен был там заселяться потому что это были сначала карфагенские и сицилия и корсика по-моему были карфагенские потом постепенно рим выбивал карфаген с этих островов ваш сын принц бодаштарт ведет себя странно он смеется из ничего пишет поэмы а ну короче влюбился так позволить ему жениться его избранница минус два дисциплины минус 1 храбрость но зато очень красиво ведь и 4 харизмы нет давайте не будем позволять будет да принц будет рассмотреть он может начать готовить заговор против нас связи с этим у нас уже между прочим открылись еще одна ваш наследник бодаштарт 7 городов либо накопить вот это 2000 цивиков очень вряд ли а вот 7 городов контролировать вполне это такой квест дополнительный так ну гарнизон придется открыть а не вот эпик нам сначала хочу человек открыть и принять как амбицию потому что это сразу даст больше легитимности ну и плюс 10 культуры за каждый убитый юнит от воевать собираюсь вообще-то так приветствовать всех румын в карфагене не знаю к чему это приведет может быть мы подружимся с римом так кому до этого давайте тактики обучать у нас будет воином у нас какой уже четверо детей да нормально неплохо вот эти ребята неплохо поработали династия у династии хорошее будущее как мне кажется так по идее сейчас должны уничтожить этот лагерь отлично так ну тут надо ставить город и начинать так тут дорогу и начинать войну с нумидийцами блин я вот думаю мне здесь фермы ставить или шахты наверное все таки здесь фермы поставлю как этот город именно производит юнитов за еду то буду на еду и напирать так это пока пропустим этот вылечится ух ты все походили и три три приказа еще осталось ладно тогда этого куда переведем куда переведем ну давайте сюда так апгрейд сколько стоит восемьдесят так сто железо и восемьдесят нормально железо конечно побольше надо тут больше шахт видимо сделать но в принципе терпимо да ну в войну с нумидийцами надо ну хотя сила такая же но у них куча да ну греки закончили египет оракул слушайте египет вообще еще дальше ну вообще-то да я что-то смотри мне что-то казалось что египет будет ближе ко мне просто потому что мы оба что карфаген что египет в африке находится но на самом деле так вот правильно говорит мы конечно ближе к риму как карфаген слушайте ну у него тут куча конных юнитов у меня не совсем мне на самом деле против конных юнитов нужны копейщики а они вообще тут где ну это лучник вот копейщики пятьдесят процентов против конных юнитов будет фаланга надо открывать давайте ее следующую поставим по идее она должна выпадать что же предыдущие открыли так что у нас тут с квестами делегация из рима прибыла с предложением брака для пленца бадаштарта кстати я думаю надо принимать либо люцилия фабия дисциплина 2 и мудрость 2 либо принцесса атия фабия три дисциплина одна храбрость и одна мудрость я бы наверное эту выбрал на и помоложе и более дисциплинированно то есть в дальнейшем потомство будет наверное будет так новое предложение для герцогини сафонизбы от двух семей дидонийской и барсидской я бы барсидом пожалуй хотя слушайте тут 103 не давайте наверное дидонской хотя блин 41 год да и тут этот старый тоже 36 но вот этот похож на генерала давайте на войла возьмем так она закончила обучение давайте проведем праздник по этому поводу плюс 20 для всех семей ну праздник для аристократии конечно не для города так этого тоже в тактике потому что у меня генералов как-то маловато давайте тут пастбище опять придется покупать 94 монеты ну что поделать что поделать так тут город соединен все пора блин это железо тратится я пока не апгрейджу а камень мне нужен так так фермы отправляем дальше гулять хотя один приказ остался давайте лучше прачника вылечим когда приказов нет вы ничего не можете сделать не не проапгрейдить не уровень дать ничего приказы закончились все на этом я поэтому и хочу эпики дать потому что это легитимность повысит а собственно количество приказов от легитимности ну и кстати еще пастбище дают приказы пирамиды греки ну греки там просто вовсю ваша дочка получила навык ученый что может немножко потыкать палкой в этих а то они в меня стреляют у меня я вот этих как раз не собираюсь брать вот у меня здесь будет стоять такой аванпост этот город и все так лечимся ну давайте апнем в эксмена сразу сила повысилась но мне на самом деле генералов скорее чем этих юнитов хотелось бы так ну блин я его обучал тактике а он он говорит о том что военные упражнения слишком жестокие и он хочет чтобы мы наняли ветерана солдата ветерана чтобы с ним приватно занимался но скажи нет денег нет на это так что возвращается домой получает значение трус блин явно у нас минус генерал считаете так блин я и фаланги хочу и ну сначала вот ламбер милм потому что постоянно проблема с лесом поэтому давайте сначала forest 3 откроем а здесь примем эпик конечно же не очередная амбиция завершена Караван римских артистов остановился в Гиппорекеусе и Региусе Чтобы отпраздновать многообещающие отношения между нашими нациями Вместе с труппой Антония, наследник Римской империи, римского трона Вечером вы замечаете, что она переглядывается с вашим наследником Бадаштартом Хм Так Ну, пускай забавляются, посмотрим, к чему это приведет Еще и королева становится романтичной Прикол И реально интересно, к чему приведет Так, вот здесь я хочу, пожалуй, вот этого специалиста, охотника Блин, 10 ходов, долговато, конечно Но тут надо, надо вот эту территорию захватить Когда вы строите специалиста, то территория вокруг того места, где вы строите Строите Захватывается Так, а здесь Тут я рабочего сделал, да? Ну, его мы отправим Наверное, сюда И что, тут нельзя строить каменоломни, что ли? Блин, ладно, сейчас надо решить, что тут Ну, форум Надо, наверное, форумы строить Во всех городах Это дополнительные цивики А цивики, это не только принятие законов Это разные Возможности вот тут воздействовать вашими Ребятами Ну, это, правда, за деньги убийства Ну, вот мир заключается Хотя это за военные очки Ну, вот Мир с Римом 200 цивиков стоит Кстати, может попробовать У нас очень Такие 200 отношения Давайте отправлю Почему нет? Ну, и тогда здесь я Форум построю Так, у меня три приказа И три юнита Давайте, наверное, тут тоже каменоломню И невозможно строить каменоломню Потому что тут несколько приказов требуется Сначала мы лес удалим Все, пока Сейчас успею я первым принять О, продолжение рода Отлично Только вот Принцесса Менее Дисциплинированной становится Так Он Желает Мир То есть это вот С помощью нашего посла Мы это Сделали Да Блин То есть я хотел Мир без всякого Дания Он сказал Нет Слишком Нет Блин 200 цивиков Потрачено Так Следующая амбиция Шесть стен Шесть Улучшений Города Кстати, это вот это больше вероятно Или основать религию Кстати И религию мы можем основать Давайте, наверное, попробуем религию Я думаю, что Вот это скорее Скорее может Тем более еще и отношения улучшим Потому что нам Надо Всего лишь Еще один Погонщик Вот видите Один уже есть И мы его Скорее всего Здесь будем строить Десять ходов Долго Долго Может тогда форум Лучше сначала Не, ну форум Блин Форум тоже От этих цивиков Строится А в этом городе Погонщиков У меня больше нету Так Да, ну ладно В любом случае Здесь мы Поселенца Делаем Тут я хочу Бараки 50 камня Правда Требуется Ладно, давайте Сейчас Блин, а шахты Шахты, по-моему Тоже камень требуют Нет, дерево Ладно, дерево у меня есть Давайте Потому что у нас Железа уже маловато Так Скульптурку должны получить Десять культур Из-за каждого Убитого Э, а почему Не показали Блин Не знаю Отправлять Мне скауты У меня постоянно Что-то не хватает Приказов Я очень Сомневаюсь Что я здесь Смогу пройти Потому что Ну смотрите Тут Видите Какой маленький Там наверное Уже Этих варваров Накопилось Давайте я Скау Такое-нибудь Сюда У меня есть Скорая теха По идее Позволяющая Плавать Вот тут Она Или нет Нет Видимо Где-то дальше Еще теха Плавать Ладно Не знаю Тогда пока Пускай Стоит на месте Может быть Или сбегать Ладно Попробую здесь Пройти Все равно Вылечились Уже Так Все Пока Не знаю Может я Медленно Расселяюсь Нету Жителя Чтобы Сюда Его Ну По идее Через Девять Ходов Я Смогу Основать Религию И принять Ее 400 Цивиков Ну 400 Цивиков У меня Будет Будут Карфагеняне Иудеи Так Ну давайте Тут Лагерь Еще Слонов Обеспечим Так Что У нас У нас Этого Сюда Ставим Прокачиваем Хербалист Каждый ход На 2 ХП Лечится Кстати В данном Случае Неплохой Выбор Тем более Он раненый Что Этого Давайте Тоже Прокачаем Против Раненых Я думаю Хотя Нет Он Игнорирует Модификатор Дистанции Для стреляющих Юнитов По-моему Супер Так Этого Пока Не можем Апнуть Тоже Улучшаем В деревьях Вот Против Верховых Юнитов Как раз Против Нумидийцев Отлично Пойдет И тут На фокус Я думаю Шанс Крита Выше Армия Все лучше И лучше Становится Так И Один Приказ Еще Остался Блин У меня Вот Первое Правление Очень Неплохо Конечно Проходит У нас Династия Прям Вовсю Развивается Отлично Так Что-то У нас По амбициям Ну там Рим Конечно Идет По очкам Неплохо Но это Чисто За счет Городов Мне бы Конечно Тоже Побольше Городов Поставить Блин Если Я Еще Эту Амбицию Первый Правитель Аж Три Амбиции Считайте Выполнит Да Так Для апа Нам нужно 100 Железа Этого У нас Пока Нету Так что Просто Держим Ребят Ну Короче Он любит С животными Играться Вот Как мы Используем Его Это Хобби Тоже Можно Как Губернатор Плюс 100% У нас Несколько Городов Таких Будут Требовать Да Я Наверное Поставлю Именно На Это 100% От Сетей Около Зевестия Обнаружили Массивного Каменного Голиафа И Стиль С которым Наши Ученые Незнакомы Были Что делаем Со статуями Либо Плюс 20 Культуры В этом Городе Либо Я бы Наверное Взял Камень По той Простой Причине Что этот Город У меня Не на Культуру Я не Думаю Что я Буду Прям Какие-то Такие Здания Строить Блин Жалко Что Здесь Я думал Тут Каменолом Не Можно Тогда Придется Наверное Эти Здания Какие-то Что Все равно Нельзя Построить То есть На пустынных Клетках Вообще Нифига Нельзя Построить Плохо Ну Просит Еду Рим Я ему Наверное Дам Они Кстати Потом Возвращают Как бы Ответочку За то Что Ему Помогли Так Что Это 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 Не Дань Это Знаете Такое Типа Помощь И Ферму Блин Хотя Столица Может Все-таки А что У нас Тут Есть Какие Светилища Помню Было Светилище Которое Дает Не Я лучше Здесь Буду Строить Вокруг Вокруг Пастбища Я предпочитаю Ферму Построить Чтоб Еда Шла Ну Давайте Ладно Давайте Здесь Еще Я хочу Этот Город Чисто На Каменолом Не Делать Так Что У меня Военные Что К Нумидийцам Постепенно Будем Переводить Уже И Надо Будет Войну Как-то Объявлять Видите Как Быстро По морю Все Перемещается Вообще Кайф Кайф О Нелегитимный Сан Фераан Родился У моего Наследника Погуливает Где-то Там На стороне Чувачок Ну давайте Сюда Так Эти Стоят Отсюда Поедем Когда Город Там Поставим Форум Построен Ну Видимо Каменотесов Будем Тут Делать Так Предложение Свадьбы От Нумидийцев Хана Трусливый Ну это Который Помните Который Я отправлял Который Я не смог Найти Деньги На Ветерана Война Женится Если я соглашусь То женится На Нумидийке Змороде У которой Архетип Командир Прикол Ну Кстати А почему и нет Тем У меня легитимность Упадет Нет Тогда нет Я не хочу Еще с Нумидийцами Улучшать Отношения Зачем мне Это О Наш Посол Прокачался Так Либо Дисциплину Либо Ну конечно Для посла Харизма Нужна Вы че Я правда Третий Не посмотрел Что там Так Рим Предлагает Торговать Либо Рим Получает Пять науки А мы Получаем Нет Мы получаем Пять науки А Рим Четырнадцать Дерево Но это не от нас Это как бы Или От нас Либо Один приказ Ну блин Один приказ Мало Я бы науку Точно От нас Охренеть Вот это Я зря Согласился Блин Лучше бы я Вообще Не соглашусь А камень Как бы Мне тоже Жалко Ну дерево Это вообще Трындец А можно Прекратить Слушайте Ну это Наверное Приведет А У нас нету Нет Шпион Подождите Амбассадор Я хочу С Римом Можно Что-то Только войну Разорвать мир Мы можем Красители Кстати Посылать И Улучшиться Отношения У нас И так Как бы 250 Блин На 40 лет Слушайте Ну вот С деревьями Как-то Не очень Мне придется Каждый ход Покупать За деньги А это Извините 14 Это 50 Это 80 Денег Фот У меня И деньги Закончатся Слушайте Ну это Что-то Я Охреново Сделал Блин Тут еще даже Неизведанные Блин Ну я конечно Сейчас открою Лесопилки Неправда Блин Ну с лесом Я Тупанул Слегка О Королева Детона Известна Сейчас Как Хорошая Ну ее Правление Действительно А зато Король Ромал Умер У них Новый Правитель Королева Антония Фабия Новая Ну что Посмотрим Что тут Исследуя Руины Мы нашли Большое Количество Камня Железа И Дерево Как раз Но Мы не можем Все это вместе Унести Что-то Одно Надо выбрать Я выбираю Конечно Дерево Иначе Я просто Вылечу В трубу С этим Договором С Римом Так Этот чувак Тут Несколько Один из наших Сыновей Сделал Несколько Мудрых Бизнес Инвестиций Ну У меня тут Я не могу Ничего Другого Выбрать К сожалению И Ведь он Мало того Что Становится У нас Трусливым Так еще И Жадным Трусливый И жадный Может мне Его Мочкануть Это Есть Такая Возможность Его Вправлении Нету Да Сейчас Так Мало Мало Ли Так Закончил Обучение Тактики Отлично У нас Сейчас Генерал Появится Да Храбрость И Мудрость У всех Юнитов Критический Шаг Шанс На крит 10% Отлично Вот у нас Для этого Парня Почему Нету Генералов Он Не считается У нас Среди Странно Ладно Сейчас Посмотрим Тут Значит Открыли Лесопилки Ну Давайте Наверное Гарнизоны Уже Откроем Это Губернаторов Можно Их надо Построить И тогда Губернаторов Можно Будет Использовать О Кости Динозавра Нашли Видите Чтобы это Событие Прошло Необходимо Чтобы У нас Было Пастбище Чтобы У нас Были Принят Закон Эпик И Чтобы Закончить Каменоломню Так Либо Культуру И Колесницу Получаем Либо 70 науки И 2 Легитимности Нужна ли нам Так Колесница Наверное Нет Я бы Лучше Науку И легитимность А Он был Смотрите Он не просто Умер Он был Зарезан Фракции Близкой Его дочери Королеве Антонии Фабии Новой Можем Послать Подарок Ей Ну тогда Королева Становится Еще и Жестокой Но У нее Тогда Память К нам Во-первых 70 военных Очков Получаем И 40 Отношения К нам В течении 20 лет Дальше Выразить Соболезнования Странно Почему Плюс 60 В Хадру Метуми Негатив Добавляется Но Зато Королева Становится Сострадательной Это Плюс Одно К Мудрости И Не Вмешиваться В их Семейные Отношения Это Просто Мудрость Получаем Ну Как Губернатор Нет Давайте Мы Наверное Я Вот Прознепаю Это Сострадание Почему Тей Жестокой Прикольно Потому что Я Губернатором Ее Наверное Вряд Ли Буду И И И И Успользовать Уже Она Скоро Будет Умирать Пока Гранизоны Построим Тут Просто Отношение К нам Сразу Повышается 210 Знаете Наверное Подарок Вышли Так И Последнее Событие Делегация Нумидийцев Угу Появились У ворот Нашей Столицы Требуют Аудиенции Я Выйду Наружу Чтобы Встретить Нумидийцев Лично Тогда Королева Станет Получит Этот Ну Короче Дурой Будет Губернатор Минус 20 Но Зато 40 Отношения К ним Нумидийцы Ну Я Я Сразу Войну Не хочу А вот Вот это Получить Плюс Один К мудрости Вполне Требет Пока Не Входим Странно Почему Тут Деревья До сих Пор Видны Тут Не Должно Быть Это Глюк Какой-то Так Лес Делаем Конечно же Причем Вокруг Именно Лагеря Вот тут К сожалению Вот тут Мы не можем Леса Построить Лес Не строится На Лесопилке Не строится Там Где Не лес Это не лес Такий Как бы Кустарник Или Как-то Лучше Назвать Поэтому Давайте Вот Здесь Железа Не хватает Ну Купим Так И здесь Я все-таки Не могу Построить Получается Каменоломню Да Странно А не Камена Умни Хотел Здесь Блин Ну Давайте Тут Тогда Продолжим Опять же Купим Железо Я Понял Мне надо Железо Больше Строить Но Мне Эти Камни Нужны Для Улучшения Ой Тут Она Короче Скауту Будет Все Минус Скаут У меня Короче Жаль Жаль Не Не Так Много Я Успел Им Разведать К Сожалению Быстро Его Там Мудрый За счет 12 Технологий Исследованных О Наш Муж Заболел Наш Сын Химилко Думает О роли Человечества В великом Космосе И О Мы Можем Ему Дать Так Во-первых Плюс 40 Науки Можем Получить И он Становится Кин Плюс 100 Эксп Может Сейчас Сказать Его Генералом Можно Будет Использовать Ну Я Бы Вот Это 5 Дополнительных Приказов Зашибить Странно Почему Не могу Генералом Сделать Судья Судья Командир Арата Вот тоже Кстати Командир Да Почему Я Не могу Генералом Тут Непонятно Пока С этими Великими Людьми Так Наверное Лучников Стоит Открыть 4 Хода Кстати И Бесплатно Нет Давайте Лучники У меня Есть Прачники Правда Лучники Дерево Будут Требовать Но Я думаю Что Я Уже С этим Разберусь Так Мы Можем Принять Либо Тиранию Либо Конституцию Но Дело В том Что Мне Нужно Будет 400 Цивиков Для Принятия Религии И вопрос Надо ли Мне Так Тирания Дает Плюс 10 Военных Очков Но Во всех Городах Плюс Одно Несчастье Вход И Плюс 20 Денег За каждый Военный Юнит На территории А Конституция Это Можно Проекты Декре Делать В столице Правда Только И плюс 10 Цивиков Вот Сколько Не буду Принимать Сколько Мне Ходов До Иудаизма 5 Ходов По идее Если Никто Конечно Там Раньше Меня Этого Не Сделает Тебя Продолжение следует... Так, этих перебросили. Да, маловато у меня сутки юнитов. Но медийцами-то воевать, как мне кажется. У меня, правда, прокачанное. Третий уровень. Второй уровень. Еще надо апнуть. А что говорит статистика? Сила одинаковая. Ну, блин, у них, видите, кони. А какая у них сила? Три, а ну вообще... А, ну они стреляющие. Вот в чем дело. Но сила три всего лишь. Я не думаю, что они прям больно будут что-то делать. Мне надо апнуть, наверное, в лучников, в этих секирщиков. Тут еще город поставить. И только тогда какие-то действия предпринимать. 51 год. Нормально. Предложение брака Ханну трусливому и жадному. Может, давайте ему тупую выдадим за одну? Как может... Вот она бирку дипломат. Как нам может быть дипломатом, блин? Такая тупая. 25 науки. Да, давайте ему тупую выдадим. Жадный и трусливый. Найти тупую. Так, в Карфагене. Что я построил в Карфагене? А, посила как раз. Так, ну вот тут высаживаемся. Наверное... Что, посуды без разницы. Я бы, наверное, вот сюда поставил. Поставлю. Так. Видите, вот это не дерево. Это... А, это оливки. Стоп. Land consolidation. Это... Блин. Это, кстати, закон. Он очень далеко довольно. А, нет. Не закон. Это... Это теху надо открывать. Ну-ка. Ну, ладно. Короче, все равно я их вырубать не буду. Давайте, наверное, вот здесь... Лесопилку. Так. Фермы мы все вокруг сделали. Ну, надо гарнизон строить, да. И губернатора в столицу определять. Форум давайте строить. Форум. Вернее, это вот для этого нам, собственно, и нужен камень. Потому что, видите, и содержание камня, вход. И само строится в 80 камня требует. Но, правда, половина приказа добавится. Так. Эти ребята стоят. Эти ребята стоят. О, еще два приказа осталось. Может, этого отправить, лечиться. То есть, я уже тут город точно поставлю. Вот, видите, раз использовал все приказы. Ну, что ж, на этом я закончу вторую серию. Пишите комментарии, как вам нравится это прохождение. Прохождение. Вопрос. Мне не очень понятно, почему я не могу генерала добавить. Хотя, вроде, воспитал. И я вообще не вижу, где этот чувак он есть. Или я так понимаю, что если... Вот он здесь в семье, то его никуда... Вот, ну, он же тактик, да? То есть... Ну, написано, что он может быть генералом или спаймастером. Ну, генералом. Вот, у меня как раз генерал. Почему я не могу его, в общем-то, и назначить в генералов? Вот это мне странно. На этом все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Мне очень нравится пока играть. За Карфаген много проблем. С Римом тут всячески. Пытаемся на равных действовать. Ну, все. Продолжение завтра. Пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.